Это будет каждой команде выдаваться паёк. Здесь печенька, вафли, почти сгущеночка. И каждому победителю-призёру будут выдаваться вот такие рюкзачки. Призы готовы, перекус тоже пригодится. Скоро слёт юных туристов. В этот четверг школьники со всей республики приедут в столицу, чтобы вязать узлы и покорять навесные переправы. Слёт всего день. Программа насыщенная. Соревнования, конкурсы. Почти везде нужна верёвка. В походе, через реку или на гору – это залог хорошей страховки. Самый, наверное, популярный будет – это восьмёрка. Вот так вот сложил, да? Да, сложили. Сейчас. О, Господи, как же это непросто. Ну, типа, да? Да. Отворачиваем ещё раз и с этой стороны. И затягиваем. Ну, не настолько красивые, как у вас. В принципе, всё верно. Второе задание – это будет у нас медицинская помощь. Каждой команде будет определённый конверт они вытягивать. И у них, допустим, это будет чипец, либо перелом руки, и они должны правильно забинтовать. А ещё будут задания по истории и ориентированию. Для этого целый лабиринт. Вроде этого, только больше и выше. Ограничительные линии будут примерно на метры 20-50 метров. И надо будет между ними бегать, находить контрольные пункты и быстро отмечать. Это довольно сложно. Не каждый ориентировщик, который хорошо бегает, традиционные наши длинные трассы, короткие трассы, умеет хорошо ориентироваться в лабиринте. Каждой команде нужно будет придумать и свою фотозону в туристическом стиле. Кто-то будет видеть это в виде палатки, костром, с гитарой, с песнями. Я думаю, что здесь каждый город и район, всё равно это будет другой стиль, у каждого свой будет вид на это всё. И чтобы все могли пофотографироваться и получить позитивные эмоции. Больше позитива уже в четверг, 6 октября. На слёт приедут почти 100 школьников. Победителям и призёрам вручат вот такие кубки и грамоты.